Всем привет! С вами канал Геральдика и Векселология. Сегодня свой обзор я посвящаю гербу Маврикия. Герб Маврикия – государственный символ Маврикия, официально утвержденный английским королем Эдуардом VII 25 августа 1906 года. Герб Маврикия представляет собой классический щит, разделенный на четыре равных части. Два основных элемента этого щита – это золотый лазурь. Они чередуются на гербе попеременно. В первой четверти щита герба на лазурном фоне расположено изображение корабля. Во второй четверти на золотистом фоне находится изображение трех пальм. В третьей, также золотистой четверти, имеется изображение червляного ключа, вертикально, бороздкой вниз. В последней, лазурной четверти щита либерийского герба находится серебристая пятиконечная звезда над пирамидой из того же металла. Герб Маврикия также использует щитодержатели. Его держат птицы Дронт и Замбар, индийский олень. Обе фигуры скошены зубчато. Дронт – слева направо, а Замбар – справа налево. По обе стороны от либерийского щита находится изображение сахарного тростника. Оно выполнено в натуральном цвете. Снизу имеется лента, выполняющая функции основания герба. На ней написан девиз. Он означает «звезда и ключ Индийского океана». Герб Маврикия имеет такие символы. Корабль – используется для того, чтобы показать колонизацию страны европейцами. Пальмы – символ богатой природы этой экзотической страны. Находящейся в Индийском океане. Ключ и звезда – стилизованное изображение главного государственного девиза, изображенного внизу герба на гербовой ленте. Мавриканского Дранта сейчас нигде не найти, так как это вымершая птица. Она считается символом Маврикия. Замбар завезен на этот остров голландцами с соседних островов. Сахарный тростник – символ главного богатства страны. На сегодня это главнейшая сельскохозяйственная культура Маврикия, приносящая большие доходы стране. Герб Маврикии как колонии был утвержден еще в 1889 году. На нем не было щитодержателей, а также сахарного тростника. Были также и другие отличия в фигурах герба. Кроме того, в изображениях присутствовала линия горизонта. Окончательный же вариант герба был утвержден только в 1906 году. А после того, как Маврикия был официально признан независимым государством, герб стал официальным и законным символом страны. Текущее оформление государственного герба было принято в 1990 году. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok